И всем Георгий Данелия. От «Я шагаю по Москве» до «Мимино». Портрет режиссера. На этой неделе госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео вновь решил укусить Россию. Путин вынашивает темные мечты об империализме, заявил глава Госдепа, которому очень не нравится та поддержка, которую Россия оказывает правительству Мадуро в Венесуэле. Однако темные мечты об империализме – это на самом деле хобби Вашингтона. Специально для главы Госдепа разъясню. Империализм – это та политика, которую проводят Соединенные Штаты по отношению к Венесуэле, пытаясь свергнуть там законную власть. А политика России – это политика поддержки законного правительства Венесуэлы, а не попытка подчинить себе эту страну. И уж, конечно, не главе Госдепа США, а страны, олицетворяющей современный империализм и все его темные мечты, упрекать в этом других. Помпео малоубедителен. Именно американского империализма, а никак не российского, опасаются во многих частях света. Именно поэтому никак не удается Соединенным Штатам загнать Россию в изоляцию. Вот и на этой неделе Москву посетили руководители двух важных в стратегическом отношении стран – Казахстана и Израиля. Новый глава Казахстана Касым Жамарт-Такаев со своим первым зарубежным визитом отправился именно в Москву. В ходе визита была подтверждена преемственность политического курса Казахстана после ухода с поста президента Нурсултана Назарбаева. Об этом в нашем следующем материале. Да уж, политика России на Украине в Грузии 10 лет назад – это, конечно, не империализм. Это что-то другое, видимо, было и есть. Ну, а слова Пушкова о том, что Казахстан имеет стратегическое положение в мире. Для России, может быть, оно имеет стратегическое положение, действительно. Но Казахстан не решает мировые проблемы. И главная, как я понял, претензия Пушкова к Помпео состоит в том, что Помпео называет Россию страну в изоляции. Ну, так вот, если бы Россия не была бы в той самой изоляции, президент России бы не встречался, точнее, он не только бы встречался с президентом Казахстана, но и с теми, кто действительно решает судьбу мира. А именно с президентами стран-членов Совета Безопасности ООН. Но он с ними не встречается, потому что он их ненавидит. Ну, кроме Меркель, разве что. Хотя, да, хотя я прав, потому что Меркель-то в Германию не входит в Совбез ООН. Да, да, все верно сказал. И поэтому ЦРУ совместно с СБУ нагло и цинично влезла в программу Постскриптум с Алексеем Пушковым. Итак, вот новостя на сегодня. Привет вам всем из Ленгли, штат Вирджиния. Елена Малышева ответила на обвинение заслуженного врача России. Терки на терки среди врачей. Ливийский маршал захватил первый город по пути к Трипели. Почему эта новость так важна для России? Операторы связи и ФСБ выступили против используемой в айфоне технологии. ФСБ, как всегда, против прогресса. Ну, не только ФСБ. Генпрокуратура обнародовала объем хищений в Роскосмосе и Ростехе. Масштаб поистине космический. Выступление Владимира Путина на арктическом форме довольно провальное. Елена дожили. Такого не было. И вот опять разборки врачей, которые рамсы попутали. Или же нет. Елена Малышева ответила на обвинение заслуженного врача в России, доктора медицинских наук Дмитрия Мохова, в том, что Елена Малышева распространяет информацию, которая повышает всю медицинскую науку. Доктора наук Мохова возмутила высказанием Малышевой на пропагандистском первом канале об отсутствии остеопатии в России как медицинской специальности. Остеопатия – это система альтернативной медицины, которая рассматривает в качестве причины болезни нарушения анатомических человеческих органов и их отношений, взаимосвязей между собой. Грубо говоря, если у вас болит голова, виноват во всем писюн. Заявление весьма спорное, как и сама остеопатия. Сама Малышева отвечает Мохову, «Ты где диплом купил?» Ладно, шучу. Она сказала, что зрителей программы «Жить здорово», она ограждает от шарлатанов и мушенников. Она указала на то, что Минздрав утвердил программу подготовки врачей по остеопатии только 28 сентября 2018 года. А первый выпуск врачей по этой специальности состоится только летом 2019 года. А значит, на момент выхода программы «Жить здорово» про остеопатию. Она, Малышева, была права заявив, что остеопатия никакая не медицинская специальность, никакая не наука. А так сказать, школа доктора Кашпировского имени заряженной банки перед телевизором. Смех смехом. Может быть, Малышева и права. Вот только у меня большие сомнения. Ибо Малышева, как я уже сказал, работает на том канале, где распинают распятых мальчиков на Донбассе. И где время кривду покажет. С другой стороны, у меня нет доверия господину Мохову, который, очевидно, решил попиариться на этой истории. Он же, как умный человек, доктор медицинских наук, должен понимать, что пиши, не пиши письмо Эрсту. Даже если Малышева будет откровенно врать в эфире, ее программу не закроют. До тех пор, пока люди не перестанут медицинский трэш смотреть. И на Эрнста, как гендиректора главного пропагандистского СМИ, да просят меня в ЭГТР какашники, может повлиять на Эрнста только один человек. И то не из медицины. И тут, казалось бы, когда нет оснований доверять сторонам медицинского конфликта, свое веское слово должен сказать Минздрав. А конкретно на каких научных основаниях остеопатия включена в области медицинских наук и в область медицинского образования врачей. А то действительно народ склонен доверять всяким шарлатанам, но у которых есть реальные дипломы образования, добытые сугубо ненаучным путем. Я так понимаю, Минздрав включил остеопатию как предмет медицинских наук только с одной целью, чтобы было больше денег от студентов, которые сдают сессии, так сказать, ненаучным путем. Молчание от Минздрава по поводу этого конфликта знак явного согласия с моей позицией. Мы простые люди, подсознательно воспринимаем докторов и все, что они скажут, как истину последней инстанции, думая, что они действительно советуют то, что нам действительно нужно. Но они могут заблуждаться и водить вас в заблуждение, даже не осознанно, поскольку учились в телемедицине Скворцовой, а не как оперировать в чистом поле. И в этом проблема в том, что здесь виноват ни Мохов, ни Малышева, а Минздрав с Минобром, что молчат по поводу разъяснений про остеопатию и про то, наука ли это вообще или нет. А если это не наука медицинская, то почему же ее в перечень медицинских наук включили? Так что, как видим, и Мохов хорош, и Малышева не промах. Идем дальше. Ливийский маршал захватил первый город на пути к Триполи. Армия под командованием генерала Халифа Хафтера начала свое наступление на столицу Ливии. Свои действия генерал назвал операцией освобождения Триполи. Стремясь окружить столицу, войска Хафтера подошли с юга с запада, захватив город Гарьян 80 километров от юга Триполи. Напомню, что после убийства Каддафи в Ливии установилось двоевластие. Запад страны, в том числе и столицу, контролирует правительство Согласия во главе с премьер-министром Ливии Фаизом Сараджем. А вот восток страны контролируют бывшие сторонники Каддафи во главе с Хафтером. И в принципе, что там происходит, как говорится, не наше дело. Но именно что, но, но, именно что, но. Генерал Хафтер 11 января 2017 года посетил российский авианосец адмирал Кузнецов, который проплывал. Именно проплывал, а не проходил мимо берегов Ливии, где посредством видеоконференции Хафтер на этом авианосце разговаривал лично с министром обороны Шойгу, а также с одиозным руководителем путинских поваров-наемников киллеров, господином Пригожиным. Ясное дело, что Хафтер договаривался о материальной, то есть денежной и военной помощи генералу и военной помощи ему. Действительно, в войсках генерала Хафтера воюют российские наемники из ЧВК Вагнер. Более того, по пропагандистским каналам ТВЦ, первый канал, другими каналами, на других каналах я сам видел, как подчиненные Хафтера стягивают российский РСЗО-град к столице Триполи, а? И после этого Путин вновь будет отмалчиваться и говорить «Я вас туда не посылал!» Посылал, еще как. И на трибуку тоже посылал. Так вот, значит... Да, подопечные генерала Хафтера вооружены российским оружием и там среди его подчиненных бегают эти самые вагнеровцы. Как показали дальнейшие события в России, Хафтера спонсировали из Пенсионного фонда Российской Федерации. Почему? Потому что именно как раз таки вот когда началась пенсионная реформа как раз оружие и поддержку в виде наемников перебрасывали россияне в Ливию. Мы постоянно слышим по радио, по ТВ пропагандистский наглый вброс о том, что либераст Медведев в бытность своего президентства сдал Ливию с потрохами. И мы не можем этого допустить. Вот это самые две причины по которым можно судить о том, что Россия помогает генералу Хафтеру. Почему мы помогаем? Во-первых, деньги выделили из Пенсионного фонда, как я уже сказал, а во-вторых, мы постоянно слушаем, ну я во всяком случае слушаю по пропагандистским вестям ФМ, когда там еду куда-нибудь, то этот самый как же его Сатановский да, Сатановский говорит, что либераст Медведев сдал Ливию, сдал Ливию над там оружием нашим, нашим, условно нашим, там, чтобы они там пиндосов оттуда выгнали, выгнали. Только не забывай, Евгений Янов, что СССР на этом и погорел, и погорит Россия неизбежно. Будет 15 республик, да, вместо Российской Федерации. Но сейчас не об этом, сейчас же все-таки про Ливию. Хавтер единственный приличный человек, премьер-министр, Ливия сарач террорист и не контролирует ситуацию. Так это объясняют россиянам по ТВ. Можно соглашаться с этим, можно нет. Однако когда россиянам жилось хорошо, однако когда Медведев как со слов Яноча сдал Ливию американцам, не стал за нее заступаться, россиянам жилось хорошо, да, быстро, действительно, реально быстро преодолели экономический кризис. А если бы Медведев пошел по стопам Путина, как сейчас в Сирии, а санкции, контрсанкции, народ нещает, города в руинах, но тут есть такое выражение Воронеж разгромлен, на самом деле Воронеж это еще более-менее, есть другие города России, которые просто в труху, и все это из-за поддержки сирийцев и ливийцев и прочих, А Медведев отказался поддерживать ту или иную сторону в Ливии и был прав, и был прав, я до сих пор в этом уверен. Путин видит смысл жизни в противостоянии США, где бы это не было, в том числе и в Ливии. и даже если экономика России будет 0,0% то все равно Россия при президенте Путине будет так скажем воевать, хотя термин не точно не совсем, но да, будет воевать против условно говоря пиндоских сил, где бы то ни было, а народ будет нищать. Как несладко от этого, от поддержки хавтера будет россиянам, но за то, что называется жопа россиян в говне, но факт США подказать за милую душу. При этом Путин повторяет ошибки руководителя СССР, которые давали деньги, оружие иногда даже людей, кому угодно, лишь бы тот или та страна была против США, не заботясь о выгоде в первую очередь для своего государства. Вот какие интересы в Ливии, а? Вот какие интересы в Ливии? Нефть, у нас полно нефти, контракты с Роснефтью, да, но на одной чаше весов портфель заказов под миллиард долларов с Роснефтью, и то еще пока гипотетически, а на другой чаше весов жизнь этих самых бойцов ЧВК Вагнат и развал финансовой системы России и заведение санкций теперь уж и по Ливии, а, согласитесь, неравноценный обмен. В первую очередь, я считаю, России надо поддерживать не Хафтера, не Мадуро, не Ассада, а своих граждан, но в Крымне пока предпочитают быть с голой сракой, но с гордым факом в руках, который направлен в сторону Вашингтона. Действие генерала Хафтера лично координирует Центр изучения Ближнего Востока России и его руководителей Евгений Сатановский и Семен Богдасаров. Хафтеру от этого легче, она от этого, от того, что ими командуют евреи и арменин, а не русский, нет, поскольку действительно наступление генерала Хафтера на столицу Триполя, это в первую очередь, конечно же, выгодно Израилю и Армении. Армении это выгодно, потому что это отвлекает Россию от армянских событий в Армении, а евреям это выгодно, потому что на оружие продать и тем и другим. Возьмет ли Хафтер столицу Ливии в Рим покажет? Я, кстати говоря, смотрел пропагандистский первый канал, но не так давно, так там уже шли реальные бои, там уже авиамолет был, да, по позиции генерала Хафтера. И вот на сегодняшний момент, на момент выхода этой передачи Хафтер не взял столицу Ливии. Так что Кремль опять проиграл, ну или проигрывает пока. Вот так вот. Слава США, что называется. Операторы связи и ФСБ выступили против использования в айфоне технологии eSIM, которая позволяет, будет позволять всем, кому не лень, подключаться к сотовой сети без сим-карт. Всем, кроме россиян. Напомню, кто против прогресса, ну, кроме канторских. Это пидрофон, это моча телячьих собак или сокращенный МТС, и это, конечно, бит и гей лайн. Вот так вот. В России умирает даже не свобода, которую тут давно нет, а потому что технический прогресс и трезвость ума. Причина тому ясна. В случае перехода с обычных симок на eSIM, большая тройка будет терять и бабло, и клиентов, а ФСБ не сможет прослушивать людей, наблюдая за их частной жизнью. Да, eSIM позволяет это делать, и поэтому против него как ФСБшники, так и большая тройка на возной куче российских связей. Более подробного, что позволяет делать eSIM. Ты покупаешь iPhone или Samsung, закачиваешь приложение оператора eSIM, сканируешь QR-код с сайта оператора, и все. У тебя есть eSIM-связь. Не нужно ходить с паспортом на поклон, на возной куче российских операторов, где на входе в салон тебя могут какие-нибудь оперативники повязать, доставить тебя в отделение. Нет, покупаешь iPhone, скачиваешь специальное приложение, все, у тебя есть интернет, и ММС, и СМС, и т.д. и т.п. Без похода с паспортом куда-либо. И в России действительно это упрощает жизнь. И поэтому этого никогда не будет в России. Ведь, как справедливо заметил глава Минкомсвязи России, интернет, в частности, новые технологии, не означает вседозволенности граждан перед чиновниками. Цитата была немножко другой, прямую цитату вы видите на своих экранах, но это означает именно то, что я додумал за чиновника. Свободный интернет и eSIM в России вовсе не означают действительно свободу слова и вообще свободу в России, думает руководитель связи России. Его пытались, что эти слова. Он сказал сразу после заявлений Путина о том, что он за свободу в интернете. В приветствии российского форума побудьте смеяться управлению интернетом. То есть это все равно, что сказать я за свободу евреев в Германии в 1939 году. Более того, обращу ваше внимание на то, что на этой конференции, на конференции по управлению интернетом, даже Путину было стыдно врать про свободу интернета в России. И он лично не появился на этой конференции, а отправил письмо, которое зачитал его верный Путин Артамон Кириенко. Причем Путин отправил письмо на конференцию по развитию интернета, отправил не электронное письмо, не смс, а обычное письмо, запечатанное президентской печатью. Прогресс в России! Прогресс! Очевидный! Как тут не вспомнить? Был ее мобиль, Путин покатался, сказал Прохорову, это перспективная разработка и нет ее мобиля. Всего-то три экземпляра у самого Прохорова, у Жениновского и у Путина, а в промышленных масштабах его нет. А Прохоров вообще все свои активы из России вывел, и все. Вот так же будет и с Ессинкой, конечно. Сначала, о да, перспективная разработка, технология, которая позволит Россию вывести в лидеры стран сотовой и интернет-связи. Действительно, реально, действительно, реально прогресс. Но нет, нет, что вы. Мы, мы, россияне, должны жить в Средневековье. Так диктует власть российская, и российская власть ищет таких же сторонников технологического Средневековья по всему миру и приглашает их на конференции по управлению интернетом. Потому что у нас все не через букву Е или Ё, а все через букву Ж и П, а то и Х. Большая, ну, большая навозная тройка идет по стопам Газпрома, который заявил, что никакую сланцевую нефть невозможно добывать. И сжиженный природный газ. А сейчас сам строит завод по сжиженному природному газу, точнее уже построил. Надеюсь, так же будет с ЕСИМкой, с ЕСИМ-технологией. Сначала все будут выступать против него, но под гнетом научно-технического прогресса она все-таки ворвется на рынок России. А МТС, Билайну и особенно Пидерафону, ну, вы понимаете, про какую компанию я имею в виду Алишера Усманова. Я бы все-таки посоветовал изучить ЕСИМ-технологию не с точки зрения финансовой деятельности, а с точки зрения научно-технологического прогресса. Генпрокуратура обнародовала объем хищений в Роскосмосе и в Ростехе. Вообще меня умоляют вот эти вот созданные госкорпорации по типу Газпрома и Роснефти. Умоляют в них то, что такое же бездарное деление на сфере типа Газ, Газпром, нефть, Роснефть, технологии, Ростех, космос, Роскосмос. А то, что без технологий никакого Роскосмоса и труб для Роснефти и Газпрома нет и быть не может, но это другая тема. А пока что 1 миллиард 700 миллионов были нагло стыдены, то есть разворованы в Роскосмосе. Об этом сказано в докладе генпрокурора Юрия Чайки 9 апреля. Параллельно в интернете муссируется слух о добровольной отставке головы Роскосмоса господина Рогозина. Подчеркну, что если эти слухи правдивы, то понятно кому ушел 1 миллиард рублей. И заявление об уходе из Роскосмоса, это, если это правда, это попытка со стороны Рогозина уйти от уголовной ответственности за хищение в Роскосмосе. Ситуацию усугубляет для России как государство, а для Рогозина наоборот, искупляет то, что Рогозин не просто глава Роскосмоса, который по докладу генпрокурора России стрелил миллиард рублей, а еще и то, что он заместитель главы правительства по научно-технической деятельности. И вот какое правительство мы имеем. С одной стороны правительство России, с одной стороны министерство, пусть и бывшее по делам открытого правительства, которое специально на федеральном уровне создали для воровства денег из бюджета. А с другой стороны у нас есть Роскосмос, который никому кроме Рогозина не подчиняется. Ни Минпромторгу, который сейчас исполняет функции Министерства машиностроения СССР, ни Российской Академии наук. Роскосмос подчиняется только одному человеку, Рогозину. И оттого, естественно, возник соблазн разжирить финансово за счет казны. Потому что если используется Рогозина, то всегда можно переложить вину на других. Как это успешно он сделал в деле хищения Космодрома Восточной. Когда Рогозин переложил ответственность за хищение на Космодроме Восточной с его головы на голову простых рабочих, которые сейчас вынуждены сидеть в тюрьме. Вообще, что такое Космодром Восточный? Это как зарыть миллиард рублей в явно. Идея с этим Космодромом была ясна. Сделать Космодром в первую очередь на нашей территории, а не на территории Казахстана. Но разумный управленец, а не Рогозинский хитрожоп, подумает, ну окей, русский Космодром на русской территории. О, так у нас же есть такой Космодром. А может быть просто там сделать отдельные так называемые стартовые столы для запусков не военных ракет, а это будет в разы дешевле, чем с нуля в чистом поле, так еще надо им востоке, оборудовать Космодром. Нет, 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 давай ум, давай финансовый ум, нам надо спить, то есть построить Космодром. А на самом деле нагло стыдили денег. Да, и Рогозин это все сделал. Самое обидное то, что деньги украли из фонда перспективных разработок Роскосмоса. То есть Рогозин и его шайка Лейка ради своей наживы фактически уничтожили будущее российской космонавтики. Все, по цехам Роскосмоса, то есть по заводам, где делались ракеты, ходят коровы и собаки и гадят на научно-технический прогресс России во всех смыслах. А представителям Роскосмоса даже нечего было ответить на доклад генпокурора Чайки. Более того, им стало стыдно от этого доклада. А Рогозин до сих пор, кстати, каких-то там действительно чувак там действительно стырил, ну не чувак, в смысле бабушка пожилая стырила там хоть-нибудь масло. Ее жестко охранник дубинкой в пятерочке обработал, потом вызвал в полицию, наушники, ну это я к примеру, да. А Рогозин стырил миллиард, и это не я говорю, а генеральный прокурор Российской Федерации, а до сих пор он на свободе. Нет, ну это просто вообще. Это, это просто нет слов. Но хищение происходит не только в Роскосмосе, но и за слов Чайки и в других ведомствах. В МЧС, в Роспатенте, в Росатоме, ке-ке, привет русский Чернобыль и Сталкер 2.0, при таких тварей, как Рогозин. Я уже много раз говорил, что Чайка сам, ну точнее его сынок, коррупционер. И его доклад следует оценивать в первую очередь не более, чем схватка бульдогов под ковром завладения заводами космической отрасли страны. Но, с другой стороны, ему ли не знать, кто, сколько и как, через какие схемы у нас ворует, если его сынок тем же промышляет. Проблему хищения в России даже не смог решить сам Сталин самими шовскими методами. Ну хотя, а что было бы, если бы не расстреливали за хищение тогда? А как вы с нами отрубали бы руку? Вопрос риторический. А должно быть все-таки в России так. При малейших подозрениях, даже не при доказательствах, а при малейших подозрениях, чиновник любого ранга должен быть отстранен до воистине причин. То есть, в отношении чиновников, особенно федерального уровня, должна быть презумпция виновности. Пусть сам чиновник лично доказывает, что он не брал. Вот тогда это будет крайне эффективная схема. И что самое важное, бесковная. Но ее навряд ли будет в Российской Федерации. Эта схема должна быть в Украине при Зеленском. Но об этом как-нибудь в другой раз. Ох, генпрокурор, генпрокурор. Среда выступления Путина на арктическом форме. Сколько у нас? О! Так, да. Выступление Владимира Путина на арктическом форме. Президент России выступил на пятом арктическом форме. Но что ж, как всегда, вместо решения проблем Арктики предпочитает наш лидер ее вместе с другими лидерами забалтывать. На сей раз к нему на огонек прибыли президент Финляндии, президент Исландии и еще премьер-министр Швеции. Который своими шутками про русско-шведскую войну времен Карла XII явно и открыто насмехался как над президентом России, так и над Россией в целом. Путину вновь не понял, что смеются не вместе с ним, а над ним. Ну да ладно. Путину на формах не привыкать быть шутом с пахабными и не очень анекдотами и репризами. Но что интересно, то что, во-первых, арктический форм в России проводился не на территории Заполярного круга. В таких реальных арктических городах России, как Наренмар, Архангельск, Петрозаводский и т.д. Возникает вопрос, а почему форм про Арктику проходит в Питере, а не реально на Крайнем Севере? Потому что российская власть стесняется показать иностранцам, какая реальная жизнь в России за Поляным кругом и на территории военных баз. И какая жизнь в России не на территории военных баз, не на территории так называемого Арктического трехлестни, где проводят неудачные эксперименты с пришельцами. А российская власть стесняется показать не военные эти базы, а гражданские города на Крайнем Севере. Где они находятся, не города, а дома в этих городах находятся в сплошных руинах. И в них живут старики, а молодежь и вообще по статистике люди России перебираются не на Крайний Север, а на Юг, в Краснодарский край и Сочи. И вот это на Арктическом форуме Путин должен был поднять этот вопрос, ну или не Путин, кто-нибудь. Нет, всякие форумы проводятся только с одной целью, чтобы приглашается американский модератор, чтобы поговорить про США. И все. Да, да, я уже сказал. Так что в первую очередь не форумы про Арктику надо проводить, а помогать городам Крайнего Севера. Ну и эти форумы еще казне не дают никаких прибыли, наоборот убытки. Это же не экономический форум. Так, сидят эти лидеры. Вот это вот Сауми, Нейси, Рудни, Йоханссон, модернатор от CNBC, Джефф Каттмор с Путиным. И думают, как решить проблему в Арктике, в городе, который хоть и у нас считается северным, но все-таки в первую очередь северо-западным, а не крайне северным. Нету форума в Архангельске, в Карелии и т.д. И нужен ли он, большой вопрос. Да, безусловно, нужны инвестиции, но в первую очередь не в нефтянку или газодобычу на крайнем севере, а в города России и за поляным кругом. Но их нет и не будет. Ну и, конечно, да, никто не оспаривает то, что Исландия, Швеция, Финляндия, это северные арктические страны. Но их вклад в развитие Арктики с точки зрения научно-технологического прогресса мизерный. Самый большой вклад с этой точки зрения в Арктику, это, конечно, у Норвегии. Без норвежских технологий не было бы российских буровых платформ в Арктике, и это тоже надо было бы обсудить. Но нет. Еще одна арктическая страна, это, безусловно, Канада, куда перебираются наши талантливые соотечественники. И видя, как живут канадцы и россияне, на одних и тех же широтах, по примеру Серебрякова, высказывают Путину и чиновникам России пару ласковых слов. И, конечно, арктическая страна, это США. Не надо было, что называется, Аляску продавать. Естественно, было заявлено перед и во время проведения арктического форма, что Аляску надо было бы вернуть в войну России. Но может так получиться, что Аляска, как Афган, может надавать люлей зеленым человечкам, если они туда полезут. Из-за имперских амбиций России, которые намного больше, чем имперские амбиции США. США, вот эти все военные базы нужны действительно только ради одной цели, чтобы выкачивать ресурсы из стран. Но это не имперские амбиции. Можно назвать это экономический терроризм, экономическую экспансию. Да, безусловно. Но под империализмом понимается то, что ты захватываешь чужую территорию, а потом присоединяешь к себе Америка. Хоть воевала в разных действительно странах, никогда Ирак, Панаму, Кубу не присоединяла к себе. А Россия присоединяла и Южную Осетию, и Абхазию, и Крым, и Донбасс. Так что, вот у России больше имперских амбиций, чем у США. США довольствуются своей территорией. От Техаса до Нью-Йорка. Так, вернемся к проблемам Африки. Ой, Африки, Африки. Да, что-то заговорился. Конечно, Актики. Так вот, значит. Итак, три высокоразвитых арктических держав, Канада, США и Норвегия, активно не принимали участия в арктическом форме, считая Россией исправедливо. Считай, что Россия про Арктику может трепаться с такими же по развитыми, в кавычках, странами, как Швеция и Исландия. И я не хочу обидеть эти страны, но их мощь уже давно потухла в плане Арктики. Да, у шведов хорошо получается музыка. И... Икея, а еще спортивные команды, спортсмены. Но у них нет существенного вклада в Арктику. В таком объеме, как у Канады и у Норвегии. Но даже без присутствия представителей Северной Америки на арктическом форме, без нее, без того, чтобы Северную Америку не обсудить, на этом форме дело не обошлось, как я уже сказал. Так что вот, судите о мощи стран США на арктическом форме в России. Не присутствует только модератор от CNBC и все. И президент Финляндии, президент России, там, премьер-министр Швеции обсуждают только Соединенные Штаты. Да. А тем временем, в подвалах Петрозаводска, еще одного города России за Поляным Кругом, открыто воняет говно. И никто ничего не собирается делать. Путин сказал шведу, а хорошо, если бы... Такую картиночку оставлю. А хорошо, если бы шведская команда приняла участие в КХЛ, коррумпированной хоккейной лиге России. Такие разговоры действительно шли 10 лет назад. Но шведская федерация хоккея постановила, что лучше национальный чемпионат, чем участие в международных лигах, кроме хоккейной лиги чемпионов. Ну и так вот, кто два года подряд чемпион мира по хоккею? Ответ шведский. Ровно потому, что в этих самых кабальных хоккейной лиге она не участвует. Да пусть он об этом не знал, да и наверняка не знает. Диктатор России, а не президент, закончил арктический форум такими словами, что мы пришли к деградации международного права. Это в первую очередь Россия погрузилась при вови-вови чуме из КГБ в деградацию, раз уж арктический форум не в северных городах России проводит, а все-таки в северо-западном. И раз уж там обсуждалась на этом арктическом форуме не проблема Арктики, а проблема противостояния России и США, как всегда на экономическом форуме, на любом экономическом форуме, если туда на панельную дискуссию приглашается Владимир Владимирович Путин. Таким образом он уходит от вопросов по развитию той территории Российской Федерации, которая является крайним севером. Ну, и напоследок. Таков постскриптум на сегодня. Мы на субботник не пойдем. На это есть причины веские. Слышите, что такая веская? Ладно, я шучу. Таков постскриптум на сегодня. Мы на субботник не пойдем. На это есть причины. Не видно дворников вокруг. Не видно и работы власти. И это все кричу. Но понимаю я, как жить в такой грязи. Не понимаю я, как жить в такой грязи. И это огорчает агента ЦРУ. Вот так вот. Ну и, кстати говоря, про этот трехлистник. Про эту несколько баз на северном... Ну, в общем, на околосеверном полюсе. Там, значит, занимаются тем... Короче, есть такая теория кротонных нор, по которому, значит, вход в другое измерение... Точнее, наоборот, вход в наше измерение, в человеческое, именно находится в Арктике, а выход в Антарктике, да? И поэтому там нужны базы России. Ну, как бы это, типа, пограничный форпост в наш мир. И, кстати говоря, Гитлер с товарищами через Антарктиду-то, как говорят на телеканале РЕН-ТВ, эвакуировались. О, ну, кстати говоря, я даже сказал в стилистике Пушкова, ведь я помню, помню, как он перед 2012 годом, в 2011 году расписывал, что что фильм битва и инопланетное вторжение битвы за Лос-Энджелес, что это документальный фильм о нашем будущем. Ну, тут мы солидарны с Пушковым. Действительно, может, такое есть. Могут быть пришельцы, могут быть гуманоиды, а могут быть и наглые рептилоиды, как Владимир Владимирович. Путин. У нас еще есть ведутка в запасе тяги время. Вообще, ну, наконец-то, наконец-то весна. Весна, да, весна пришла. О, тепло, тепло. Да, солнышко светит, птички поют. Ну, что там? Ну, я хочу в 50, ровно в 50 минут закончить передачу. Еще есть 30 секунд. Скоро уже дача будет. Как я люблю в кавычках работать на даче. Но деваться некуда. Родаки припахивают. Такой вот, да, вот такой вот постскриптум был. Ну, что же. Ай-яй-яй, еще 10 секунд. Еще 10 секунд. Да, он мало написал, мало. Что тут еще можно сказать? Сказать. Даже даже Лек, я люблю, честно говоря, долго прощаться, но это вы сейчас заметили, да? Вот теперь все. Пока-пока-пока.